Вот у Павлафа. И мы базируемся на сегодняшний момент в городе Лисичанске на базе горного тела. На сегодняшний момент у нас обучается в Лисичане 1300 студентов, которые у нас как из Лисичанска, так и из Новодружеска, так и из Приволи, из Горского, из Солотова, то есть по всем линиям развлечения из той территории у нас студенты обучаются на территории Украины, здесь в городе Лисичанске. На сегодняшний момент у нас есть соцсотрудников, это и научно-технический коллектив, и учебно-оспомогательный персонал. Большинство учебно-оспомогательных персоналов это представители Лисичанске, то есть местные люди, которые работают и имеют рабочие места на сегодняшний момент в городе Лисичанске. Один из Тернового. Да, один из Тернового. На сегодняшний момент мы хотим обратиться с просьбой, я как от имени Тернового коллектива, сохранить коллектив университетов. На сегодняшний момент стараемся пополнять контингент студентов, но, к сожалению, на сегодняшний момент Министерство образования и науки Украины принято проект. Распоряжение относительно реорганизации университета и слияния университетов Министерства. На сегодняшний момент есть потенциал научно-педагогический, есть у нас студенты. Лисичанск – город молодежи, можно сказать, потому что единица университета, он не единственный. Он является третьим городообразующим предприятием, которое обеспечит поступление в этот город. И на сегодняшний момент, конечно же, лишится университета. Я хочу заключить с вашей поддержкой в этом вопросе. Каждый из нас, наверное, независимо от убеждений, направляет свою деятельность на улучшение жизни города, области и Украины, нашего государства в целом. Поэтому сохранить ВУЗ в Лисичанске будет способствовать, конечно же, сохранению потенциала, сохранению рабочих мест и сохранению Лисичанского как города. У меня все. Смотрите, мы обращались и писали это письмо и на Рубеля, и на Ройсмана, и на ГУЗ, и на СВИТ, и на сегодняшний день ответа не получили. Мы не получили ответа. И город обращался в том, что действительно УЗ в городе нужен, о том, что это профильный УЗ, тем более, что горный техникум непосредственно пропускают специалистов. Средние ланки и свиты, а далее очень могут переходить и получать высшие свиты. Поэтому мы думаем, что, может быть, мы с депутатами напишем еще одно обращение. Может, давайте про такое напрямую решение и обратимся еще раз в руководство страны, в поддержку данного учебного заведения. Потому что мы должны понимать, что единственный УЗ в городе, который нам нужен, как профильный УЗ, тем более, мы с вами знаем, что мы живем в городе, где работодавшие предприятия, которые являются шахты и все специалисты, которые сегодня выходят с стен данного УЗа, нам необходимы. Поэтому, уважаемые депутаты, я ставлю на голосование с вами поддержку, давайте голосуем за поддержку данного УЗа, подготовим звергнение, звергнение, думаю, на Гриневич, на Поробия и... Поробия и депутаты, я ставлю на голосование, поддержку данного УЗа и депутаты, звергнение к руководству страны и против к руководству. Поробия и депутаты, прошу голосование. Поробия и депутаты. Поробия и депутаты. Поробия и депутаты. 25 за модельное голосование. Поперем. Что? Так, шановне, депутаты, у нас осталось три. У нас осталось два свернення, яке зайшло и депутателю.